Капитальный ремонт, который начался в этом году в домах южной части, сейчас на стадии заморозки. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Холода, как всегда, в Полевской пришли внезапно. Жильцы домов по улице Хохрякова Трояна Победы сейчас вынуждены жить в ненадлежащих условиях. Наш корреспондент побывала на очередном заседании в управляющей компании. Это улица Хохрякова. В этих домах и был, значит, капитальный ремонт. Первое, что бросается в глаза, это некачественно выполненный ремонт фасадов домов. На них уже видны трещины, а остальные дома бросили в таком вот эмбрионном состоянии. От жителей поступает большое количество жалоб. Деньги на капремонт они заплатили, а результата нет. А то и еще хуже стало, чем было до ремонта. Разворотили, там где унитазы, где трубы, где полы, и до сих пор ничего не восстанавливается. На сегодняшний день ничего до сих пор не восстановлено. Также этот строительный мусор и так далее тоже не убирается. Так, Хохрякова 42. Не выполнена замена ввода ХВС. Все сделали, вот гнилое ставили. Тоже ничего не меняется. Не выполнена теплоизоляция в трубопроводах на кухарном и подчеркнух. Хохрякова 33, 42, 31, 37. Трояна 1, 1а. На данный момент капремонт идет с отставанием в два месяца и сейчас фасадные работы уже приостановлены, поскольку в зимний период такие работы делать нельзя. О новых объемах речь сегодня даже не ведется. Собравшиеся обсуждают, как завершить хотя бы то, что начато. Совещание по этому вопросу проходит еженедельно, однако подрядчик приглашения игнорирует. Поэтому сегодня работники управляющей компании задают вопросы заказчику, поскольку тянуть уже некуда. Канализация, которая сейчас также не сделана, вот-вот замерзнет. Подрядчик обещает заказчику, что все работы будут выполнены, но по факту подвижек нет никаких в этом направлении. Заказчики признаются, что нет рычагов воздействия на подрядчика. Мы это выдаем предписание на нарушение, но при многочисленных нарушениях, и, ну, допустим, там, грубых нарушениях, срывания графиков, как в договоре написано, мы-то пишем, значит, служебную записку и претензию оформляем, расторжение договора. Пока идут все эти разбирательства, которые ни к чему не приводят, люди мерзнут и живут, мягко говоря, в ненадлежащих условиях. Этим обеспокоены и представители местного отделения партии «Единая Россия», которые сегодня присутствуют на заседании. Я услышал, конечно, шокируют. Во-первых, если я ошиблась, прошу меня поправить. Первое, разработка технического задания на ремонт. Из рук в инклоп. То, что я услышал про крышу, это, ну, если не состав уголовных разумных действий, попытка хищения, то хотя бы халатность. То, что люди, это тоже посвящаются с людьми, не высказывают это. Поэтому я однозначно хочу предупредить, что мы сейчас посоветуемся и будем выходить на руководство ГИБДД России, для того, чтобы толкнуть их прокуратуру и всех остальных, потому что это так и с тобой будет. В администрации планируют подрядчика, компанию «Термотехника», лишить права участвовать в тендерах на выполнение ремонтных работ по вполне понятным причинам. Но легче от этого пострадавшим жильцам не станет и непонятно, кто пострадал сильнее. Те, кто стал жертвой некачественного ремонта или те, до чьих домов руки ремонтников так и не дошли. Игорь Соколов, Константин Миронов. Твой день.